Всем привет! Сегодня прикольная посылочка от Яндекс.Маркет. Будем смотреть. Заказала посылку на Яндекс.Маркет. Заказала себе лаки для стемпинга Клио. Сразу достаю их из коробки и сейчас мы будем их смотреть. Достались они мне практически бесплатно, потому что я оплачивала бонусами спасибо от Сбербанка. И соответственно достались они мне очень дешево. Ну что ж, вот такой вот прикольный красный 22 номер от Клио. Далее лак 21, синенький. Далее распаковываем, смотрим. Номер 5 зеленый. Номер 30. Черный. Это будет запасной у меня лак. У меня уже есть от Сбербанки. Черный цвет. Это будет запасной. Вот такой желтенький 23. И вот такой фиолетовый 16. И еще один розовый номер 26. Ну что ж, будем тестировать наши лаки. В первую очередь розовый номер 26. Он бросился мне в глаза. Очень яркий, прикольный такой вырви глаз, насыщенный цвет. Я решила сделать реверсивный стемпинг. Сейчас возьму заодно черный, проверю. Черный номер 30 от Клио. Посмотрим, как он в работе. Так, очищу подушечку. Переношу рисунок наш. И розовым закрашиваю сердечки. Как видите, яркий, очень-очень насыщенный лак. Номер 26. Цвет мне очень понравился, не разочаровал. Черный цвет номер 30. Тоже довольно хорошо отпечатался. Просохнуть я им дала примерно пару минут. Для того, прежде чем переносить на ноготок. Так, переносим на типсик. И у нас получается вот такой прикольный, насыщенный, яркий, красивый рисунок. Я думаю, что очень многим он понравится. И очень многие будут пользоваться вот именно 26 номером лака от Клио. Цвет понравился яркий. Следующий цвет номер 5 от Клио. И как видите, он уже при нанесении. Видно, что он не плотный. То есть он такой полупрозрачный. Я надеялась, конечно, на насыщенный зеленый. А в результате получила вот такой вот бледный травянистый цвет. Конечно, это смотрится довольно естественно. Потому что, ну, цвет травы, так скажем. Но не достаточно ярко для меня лично. То есть я бы хотела делать более яркие рисунки. Конечно, может быть, на каком-то другом фоне он смотрелся бы поярче. Но в принципе, в принципе терпимо, так сказать. Номер 5. Смотрите, может быть, кому-то, кто-то именно такой цвет и ищет. Номер 5 от Клио. Лак для стемпинга. Так, следующий номер у нас 23. Это желтый. Я его уже при нанесении вижу, что лак достаточно плотный. То есть они разные по плотности. Какие-то плотнее, какие-то нет. И здесь я уже понимаю, что рисунок перенесется довольно плотно и ярко. Смотрите, как насыщенно перенесся желтый. То есть желтый мне очень понравился. Желтый цвет прям бомба. Пока что у меня лидирует в моем списке супер лаков для стемпинга. Желтый и розовый. И его я решила уже на черном сделать, чтобы показать, насколько он яркий. Вот так вот он смотрится на черном. По-моему, очень круто отпечатался. Очень здорово. Мне нравится яркий, насыщенный, прикольный цвет. То есть желтенький цвет у нас фаворит. Попадает в список лучших. Номер 23 от Клио. Следующий номер 21 тоже от Клио. Ну что тут отпечатать? Сейчас какой-нибудь зимний рисунок. Вот снежиночку отпечатаем. Большую. Сделаем снежиночку. Наносится тоже достаточно плотно. Не такой он бледный, как зеленый. Ой, к сожалению, снежинка отпечаталась как-то не целиком. Но ничего, мы сделаем ее на полмоготочка. На полмоготочку другое отпечатаем. Просто, скорее всего, виновата я, потому что плохо промазала. Или бы пластина была немножко недостаточно вычищена от предыдущего цвета. Так, переносим нашу снежинку. Довольно-таки подробно. То есть, красиво она получается. Вот сюда ее перенесла. Сейчас еще сделаю вторую. Да, цвет мне нравится. Цвет яркий. Цвет насыщенный. Цвет красивый. Синий цвет 21. Приятный цвет. Да, он не ярко-синий, не темно-синий. Да, то есть, он именно такой средне-синий, так скажем. Средне-синий. Больше даже, ну, ближе к голубому, наверное. Синий-голубой цвет. Вот такой. Ну, достаточно красивый. Я думаю, вот даже сейчас уже практически готовый дизайн со стемпингом. Синим цветом номер 21 от Клио. Следующий номер 22. На фотографии это был прям очень насыщенный, красивый, кровавый красный цвет. Ну что ж, переносим его на подушечку. И что мы видим? Мы видим, что он превратился в такой розовый винный цвет. Потому что оттенок все-таки винный. И на два слоя здесь никак не перекрасишь. Ведь это же не гель-лак, а это именно просто лак для стемпинга. И как видите, ну, он недостаточно все-таки насыщенный. Я бы хотела, конечно, более красный. То есть более кровавый, более насыщенный. Но такие лаки нужно делать более плотными. Ведь это лаки, а не гель-лаки, которые нужно по несколько слоев перекрывать. А это всего лишь один шанс перенести один рисунок на ноготок. Номер 22 мне не понравился. Я надеялась на более насыщенный, алый, кровавый цвет. А получился оттенок больше розово-виной. Так, следующий цвет будем пробовать фиолетовый. Фиолетовый у нас номер 16. Я уже вижу, что он наносится недостаточно плотно. Недостаточно плотно это означает, что рисунок будет бледненький. И вы уже видите, что на подушку он отпечатался достаточно бледно. Так, как будто бы, я не знаю, паста растеклась из ручки. И потом ее просто чем-нибудь подразмыло. То есть не очень. Цвет не очень. Мне не нравится. Смотрите, как он смотрится. Да, конечно, может быть, можно было бы на какой-то, на белом, например. Может быть, он бы смотрелся поярче. Номер 16. Смотрите, какой он во флаконе и как он переносится на типс. Клео номер 16 однозначное нет. Вот такой вот у нас сегодня был обзорчик. Распаковочка посылочки от Яндекс.Маркет. Хорошо, что достались мне эти лаки практически за бесплатно. Благодаря бонусам спасибо. Так что всем пока-пока. До встречи в следующих видео. Надеюсь, это видео было вам полезным. И теперь вы будете знать, какие цвета от Клео стоит покупать, а какие не стоит.